как сейчас вообще обстоят дела со спросом на органику он растет или он снижается знаете спрос на органику конечно же растет как мы с вами знаем самый быстро развивающийся рынок в мире один из самых это органический рынок за последние шесть лет вырос примерно в пять раз то есть по прогнозам национального органического союза 2025 году он составит 200 300 230 миллиардов долларов в год это огромные показатели к тому же как раз эксперты предсказывают что каждый год до 2025 процент роста будет составлять 8 10 кто-то горит 12 процентов то есть это очень хороший показатель также что я могу сказать на данный момент все-таки органика в россии находится в начале своего пути на данный момент представленность органики от общего объема продуктов это где-то одна целая одна десятая процента и составляет примерно в год 10 миллиардов рублей от общего объема рынка 10 триллионов но самое интересное что на данный момент потребление органики составляет население которое потребляет органик 1 процент по всем прогнозам которые составляют ведущие эксперты в том числе национальный органический союз 2000 как раз двадцать пятому году то есть через пять лет объем потребления органики будет примерно у нас стране 8 10 процентов то есть перспективы огромные этот непаханное поле как говорится и я как сам представитель органического ритейла возлагаю большие надежды на этот сегмент про непаханное поле давайте мы сразу разложим по полочкам что такое органика и чем она отличается например от фермерской продукции если вообще разница вот я уверена людмила даже вы не знаете чем она отличается поэтому и спрашиваю очень часто мы сталкиваемся с тем что как раз потребитель не знает он не информирован чем отличается органика от неорганики органика фермерского или органического многим кажется что это синонимичные такие понятия но на самом деле нет органика что такое органика органические продукты это продукты выращенные без применения химических синтетических добавок химических удобрений пестицидов гербицидов гормонов роста без удобрений с гмо и так далее то есть это настоящая натуральная сто процентов без различных антибиотиков и так далее без химии без различных допингов скажем так вот здесь интересный момент мы же не знаем чем удобряет как выращивает фермер как правило фермеры все равно удобряют различными химическими удобрениями потому что органические удобрения это либо навоз либо это немного более такие дешевые органические это более дорогие удобрения получаются чем обычные вот поэтому чтобы получить органику нужно проделать огромный цикл работы то есть у тебя должна быть земля чистая несколько лет на ней не должно применяться никаких никакая химия никакие химические удобрения вода чистая корм если у тебя животное если ты выращиваешь допустим коров тоже должен быть органический у них должен быть свободный выгул условия содержания без стресса то есть это огромная работа и чтобы продукт на выходе уже был органическим на всех этапах производства он должен быть кристально чистым без как я говорил химии без добавок без антибиотиков без гормонов роста на данный момент практически ни один фермер не почти все фермеры используют гормоны роста и антибиотики как минимум то есть я правильно понимаю что органика это очень близко к добросовестному своему собственному домашнему хозяйству где-то условно есть а бабушка которая не поливает ничем свои яблочки или все-таки бабушка не соответствует органики понимаете чтобы было может быть где-то по что-то похожее мы можем провести какую-то параллель но органика все-таки это больше такой экспертный подход это больше про такой научный подход где проверяется специальными инспекциями земля потому что мы же не знаем вот у бабушки в огороде что 20-30 лет назад было на этой земле может быть там падали бомбы какие-то ввели какие-то действия может быть там захоронения какие-то идут и были захоронения для так далее может быть ну предположим мусорка была какая-то свалка недалеко и так далее то есть это больше комплексный подход комплексный научный подход к производству скажем так допустим фермерская отличается от промыну от другого производства тем что это мелкие фермеры это не огромные промышленные производства органика именно отличается тем что на всех этапах как я уже говорил это не допущение химии и вредных добавок пестицидов и так далее если говорить кратко где вы находите таких ребят которые следуют этим всем принципам вы знаете на западе большое количество таких компаний огромное вот я недавно был ну как недавно в феврале в германии на биофак выставки крупнейшая выставка в германии органической продукции там мы можем с вами найти вообще все начиная от форма для животных органического заканчивая косметикой там ну вообще все что все что угодно в россии на начало 2020 года было всего 35 компаний имеющих сертификат на данный момент их 98 то есть мы видим здесь что активно идет сертификация но все равно этого недостаточно по данным как раз эксперта и экспертов чтобы мы вышли на показатели европы каждый год должно появляться не менее чем 200 300 компаний имеющих сертификаты органика то есть это евролисток там органик эксперт российский и так далее пока в год нету таких показателей поэтому конечно нам до показателей запада еще далеко но тоже по оптимистичным прогнозам различных экспертов может быть 2025-2030 году мы сможем выйти на показатели европейского рынка органики на данный момент который как вы ищете своего потребителя через канал вы общаетесь с людьми и доносите вот до них те самые сведения которые вы сейчас нам здесь рассказываете знаете я представляю к марке true у нас интернет-магазин соответственно у нас больше преимущественно идет реклама сети интернет это контекстная реклама контекстно-медийная сеть то есть это ключевые слова яндекс дирек google adwords конечно мы для себя открыли невероятные способности инстаграма я люблю говорить у нас уникальная такая система работы с блогерами у нас больше чем полторы тысячи блогеров с которыми мы работаем каждый день нас выставляют от 30 до 50 блогеров минимальный порог по подписчикам это 100 тысяч и до предела даже самыми такими лидерами мы уже работали это бузова да у которой 22 миллиона в общем работаем с блогерами работаем на бартерной на коммерческой основе ищем блогеров не просто у которых много подписчиков а у которых именно наша целевая аудитория скажем так это основном блогеры мамочки и так далее плюс у нас свой инстаграмм которым две шестьдесят тысяч подписчиков где мы популяризируем как раз органическое питание правильные продукты также наружная реклама в различных торговых центрах журналы и так далее но конечно преимущественно это гугл яйца яндекс директ блогеры это конечно основной канал вы сказали что рынку нашему российскому еще есть куда расти расти если говорить о производителях потенциальных какие производители какой продукции вам были бы интересны в данный момент чего не хватает именно нашему интернет-магазину я бы сказал что не хватает органической косметики органической бытовой химии органических напитков может быть все таки лимонады представлены но вот соков не так много я бы сказал потом в целом я думаю вот эти два направления первое что приходит мне в голову я так поняла что довольно сложная система сертифицирования если допустим представить что нас сейчас смотрят поставщики которые в теории ну немножко допустим не до тяга что-то им нужно исправить вы работаете с поставщиками в том плане чтобы например как-то объяснять им рассказывать или советовать помогать им выйти к вам или это вам не интересно вы знаете когда от нам приходит поставщик какой-то и мы видим что у него достаточно хорошая продукция вкусная красивая упаковка в составе нету ешек то есть вредных добавок то есть по своей сути можно сказать что это безвредная продукция мы настоятельно им рекомендуем задуматься о получении сертификатов органик будь то европейских или хотя бы российских почему хотя бы потому что российское законодательство сфере органики существует только с 1 января 2020 года и скажем честно закон еще весьма сырой требует доработок но как минимум получение сертификата органик эксперт или другого российского сертификатора ехать 4 в россии во многом бы способствовали повышение доверия к продукту и как минимум нашему интересу в продвижении его в сети в рекламных каналах и так далее